Патича Самукпада Сута. Зависимое возникновение. Сам Ютаникая 12.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саватхе. В роще Джаты. В монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Пхикху. Учитель. Ответили Пхикху. Благословенный сказал. Пхикху. Я научу вас зависимому возникновению. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель. Ответили те Пхикху. Благословенный сказал. И что такое. Пхикху. Зависимое возникновение. С невежеством как условием. Волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием. Сознание. С сознанием как условием. Имей форма. С именем и формой как условием. Шесть сфер чувств. С шестью сферами чувств как условием. Контакт. С контактом как условием. Чувства. С чувством как условием. Жажда. С жаждой как условием. Цепляние. С цеплянием как условием. Существование. С существованием как условием. Рождение. С рождением как условием. Старение и смерть. Печаль. Стинание. Боль. Недовольство и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды страданий. Это, пхикху, называется зависимым возникновением. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей. Прекращение сознания. С прекращением сознания. Прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы. Прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств. Прекращение контакта. С прекращением контакта. Прекращение чувства. С прекращением чувства. Прекращение жажды. С прекращением жажды. Прекращение цепляния. С прекращением цепляния. Прекращение существования. с прекращением существования, прекращение рождения, с прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Так сказал благословенный. Воодушевленные. Пхикху восхитились словами благословенного.